Нагодневная. Не. Начнём новую тему. Новая тема называется «Модо кондиционале». Условное наклонение. Условное наклонение. Условное наклонение. О, предпосылка. Все времена, которые до сих пор мы изучали «Настаящее время», «Ближайшее прошедшее время», «Будущее простое», «Сложное», «Imperfetto», «Ближайшее прошедшее время». Все эти времена относятся к другому наклонению. То есть, «Модо индикативо» и «Завительное наклонение». Поэтому мы сейчас вообще начнём новую главу. Цель «Изавительного наклонения» Это чтобы рассказывать о фактах, о происшествиях, которые происходили, происходят и прозаидут. У условного наклонения совсем другие цели, которые, на которые вам укажу позже. Сначала начнём с формы, как выглядит, как спрягается глагол в условном наклонении. О! Ещё на препарском. Поэтому, «Модо индикативо» пока стираем. «Изавительное наклонение» уже больше ни при чём. В отличие от русского языка, где условное наклонение осуществляется посредством прошедшего времени и частицы «Би», и всё уже решено, по-итальянски это совсем другие времена, и условное наклонение разделяется на два времени. «Кондиционале» «Презente» и «Кондиционале» «Пассато» Настоящее время условное наклонение, в прошедшее время условное наклонение. Естественно, мы начнём с самого простого, с настоящего времени, и будем несколько уроков заниматься в настоящем времени, и только после этого переход прийдём к прошедшему времени условному наклонению. Поэтому, сейчас нас интересует «Кондиционале» «Презente» «Кондиционале» «Кондиционале» «Презente» «Презente» «Позрачный» «Презente» «Презente» «Кондиционале» «Презente» 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 Нужны аканчания. Все сложнее и сложнее аккуратно. Эре беро. Это Б? Ре ... Джумидо ... Эре ... О Porque básкие. Эре ст, эре бе, эреммо, эре ст, эре бе. Кстати, как часто бывает? Это, как это, плюс слог. Плюс еще один слог. Третьте лицо, единственное, и множество необходимых, и множество необходимых, иначе еще добавить один слог. И потом, что это? Лаворереи, лаворерести, лавореребе, лавореремо, лаворересте, лаворереберо. Лаворереи, лаворерести, лавореребе, лавореремо, лаворересте, лаворереберо. Это слово, что значит? Лаворереи значит, я работал би, либо я работал би. Лаворересте и непосред Medell Лавореремо. Лавореремон лавороропе, Лаворересте и лавороропе, лаворересте. они работали бы! Помните, как я хотел бы? Вот! Хотел бы, это глагол 3-го свяжения, но тем более неправильный, но хотя бы эти три буквы у нас уже известны. Потом посмотрим на неправильные глаголи. Если вы помните прошлый раз, я вам говорил, повторяйте будущее, потому что есть свойства между будущим временем и настоящим временем условным наклонением. Первое исходство состоит в том, что как в будущем, здесь и глаголи первого, и глаголи второго свяжения спрягаются одинаково, то есть имеют такие же окончания. Поехали! 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 И добавляйся, теже аканчане. Эреи, эрести, эребе, эремо, эресте, эребберо. Эррео, теже аканчане. Эрреи, теже аканчане. «Легgerай», «Легgerай», «Лavorерай», «Ти же кончено». «Идля каголов» первого спрещения, «идля каголов» парово спрещения, «кончено» одинаковое, «в будущем». «Простом, как и в будущем?» «И в настоящем времени у слона, не?» «Легчереbbe», «leggeremmo», «leggereste», «leggerebbe». «Легче, чем еартAR». «Легче». «Легче, в небо. «Легче, ¿leggerebbe», « оружие». «Легче, чем еартAR». «Легче, чем еартARCCC», contributors. У нас есть какие-то статисты, которые не существуют. Хорошо. Повторяйте еще раз с нами. Леггерей. Леггерести. Легgereм. Легgereм. Легgerebbe. Легgereм. Легересте. Легgereм. Легgereм. Легgereм уже устанавливается. Дормире. Здесь глагол третий разложения. Окончания такие же, но начинаются на «и». Убираем «ире». Остается «дорм». 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 Здесь не будет «ерей», а будет «ирей». И то же самое ниже. Ирести. Иребе. Иреммо. Иресте. Иребберо. И палучается «дормирей», «дормирести», «дормиребе», «дормиреммо», «дормиресте», «дормиреберо». «Дормире». 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 «Ух!» «Мне уже жаль». «Поздравляйся, не плавя двое минуты». «Это не поможет». «Дормире». 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 «Сейчас, это ничего». «Да, это еще ничего?» «Ничего?» «Да, конечно, когда сейчас покажу позже, я покажу те неправильные глаголи, которые кончаются на «р», на «ur», на «er» и на «ор», буду смеяться. «Повторите со мной пожалуйста «дормирей», «дормирести», «дормиребе», «дормиреммо», «дормиресте» и «дормиреберо». «Давайте...» «Анализируем...» «Анализируем...» «Это у меня сообщение». «Да?» «Анализируем еще окончание». Мы уже поняли, что окончание для третьего лица единственного числа и для третьего лица множественного числа, они похожи, одинаковые, но здесь надо добавить еще слог «ро». «Бе...» «Бе...» «Потом, смотрите...» «Ерести...» «Эресте...» «Тоже одинаковые, но отличаются только по последней букве». «И» для единственного числа и для множественного числа. «Помогает». «Бе...» «О!» «Это похоже на будущее, потому что будем работать, лавореремо». «А здесь — «ереммо». «Это так и для будущего, но мы здесь удваиваемся». «Лавореремо» — это будущее. «Лавореремо» — это будущее. «Будем работать, а лавореремо...» «Работали-ми, работали-бы» «Поэтому здесь удвоение четко надо происносить, иначе получается будущее». «А вот это «бы», это касается будущего и прошлого как в русском?» «Эээээ, потом посмотрим на функцию этих глагол... «Времен посмотрим потом». «Пока вам знаю, как это сказать «работали-ми, работали-бы». «По-русски здесь проблема намного проще». Хорошо? Таким образом ведут себя правильные глаголы, если вы помните, потому что вот еще второе сходство с будущим временем, когда мы спрягаем глаголы в будущем простом, есть ряд неправильных глаголов, которые соблюдают свои правила. То есть, окончания будут те же, но убираем первую букву окончания. Не будет эрей, либо эрей, а будет просто рей. Помните? Допустим. Лавораре это лавореро в будущем. Буду работать. Но андаре не будет андеро, а будет андро. Здесь то же самое. Те же глаголы, которые не являются правильными и которые соблюдают такое отдельное правило в будущем простом, являются неправильными здесь, в настоящем временном условном окончании, и соблюдают такое же правило. Поэтому андаре, и я пошел бы, и ты пошла бы, и я ходил бы, и ты ходила бы, и так далее, будет андрей. Андрей, андрести андрееба, андреема, андрести андрееба. То есть убирается? Андрести андреем? Помните, как захочу? 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 Захочу, но хотел бы. Захочу. Ворро. Ворро. Вод пачему, воррей. Правило тако е. Во, ле, ре. От инфинтик глагола. Вол, вол, ро. Но л, ро не итальянский звук, поэтому эр, элле падает, эрле удваивается. Вот, какое правило было у нас в будущем. А здесь то же самое. Вол, рей. Все-таки л, р, это не итальянский звук, и поэтому элле падает, эрле удваивается. Во, рей. Поэтому во, рей, во, рейсти, во, ребе, во, рема, во, ресте, во, реберо. Я сейчас не покажу вам опять все глаголы, которые не являются неправными, потому что у вас такой список уже есть для будущего. Сейчас меня интересует, чтобы вы поняли логику. А логика такая же. Все-таки потом можем побыстренько смотреть в конце этого урока по учебнику просто список. Он сам распространённый. Кстати, глагол Андаре, для вас будет хорошая посказка, чтобы не забивать, или если забили, вспоминать, как спрягается, хотя это не право, не глагол, как спрягается глаголи в этом времени. Потому что Андрей, напоминает, что-то, лучше кого-то у вас, да, вам. Бе. Что за рей. Конечно, конечно. За рей, однако это будущее. Здесь речь идёт о условном наклонении. Смотрите, в Италии есть такая шутка, детская шутка, но здесь полезно. Мы придумываем имена и фамилии иностранные, которые на самом деле не являются именами и фамилиями, но звучат, как иностранные слова, но которые имеют значение смешное на итальянском. Поэтому у нас есть для всех национальностей, для всех гражданства, но здесь касается русских. У нас на вопрос, кто самый известный русский голубой, ответ будет Андрей, кой, маски, не боски. Андрей, это звучит как Андрей, кой, маски, не боски, итальянцам напоминает русские фамилии польского происхождения. Как? Вернадский. Ски, ски. Бей, но по-итальянски звучит смешно, потому что Андрей, кой, маски, не боски, это я пошёл бы с мужчинами в леса. Мо, боже мой, самый известный голубой. Бабе, вам не смешно, но если вы запомните, кто самый известный русский голубой, Андрей, кой, маски, не боски, условно наглядно. Бей, кто самый известный русский голубой? Андрей, кой, маски, не боски. Андрей, кой, маски, не боски. Не боски. Хотите узнать, кто самый известный русский домохозяйка? Конечно. Татьяна Кочимилова. Бей, готов мне яйца. Но есть для всех, есть для американцев, для... Татьяна, простите. Татьяна, очень милую. Татьяна, что там делают? Видео, люди заклепали. Это... Это... У них борьба или что? Ну, просто тренируются... Ну, это переезд. Татьяна...